Здравствуйте, первый этап в полицию. Стрелок в совет Миндер. Электронный пропуск с разрешением на работу сотрудники полиции спрашивают почти у каждого прохожего. Здесь, на площади театра оперы и балета, только один из патрулей. По Красноярску их десятки. Даже те, кто не нарушают режим, признаются. Проверок побаиваются. На самом деле это очень сложно. Это приносит очень много стресса. Как? Ну, просто нервы. Да. Это напрягает, что сами сотрудники полиции подходят? Да, конечно. Доброго дня. Были и те, кто просто проходил мимо, не обращая на полицию никакого внимания. Казалось бы, все дело в музыке и наушниках. Но не тут-то было. Есть и те, кто о новой системе даже не знал или все еще не разобрался, как именно она работает. Ирина признается, об электронных пропусках слышала, но вот как его получить, узнала только сейчас. Вот, вот этот сайт, посидает, ну там регистрирует. А потом администрация туда приходишь и забирает. Нет, он электронный был. Вы оказались не готовы к такой проверке, да? Да, не готовы. Я в банк выходила, мне нужно было зарплатную карту получать. То есть у меня была объяснительность с собой. Я слышала про электронный пропуск, но он будет примерно дня два еще ждать и потом. Ну, сейчас мне вот сотрудники полиции объяснили, что можно где получить электронный пропуск. Я вот думаю, если дали, вот ее, можно свободно передвигаться. Это мое мнение, как бы я и свободно хожу, сейчас свободно дал, как бы. Ну, как бы сказали, что это мы пошли, как бы надо, значит, дела получить, значит, надо карту забрать. Ну, вы знаете, что вот эта справка только дает право на то, чтобы ходить на работу и возвращаться с работы? Я знаю, ну, как бы. Горожан, которые по-прежнему идут на работу с бумажной справкой, достаточно много. Хотя на днях такие разрешения отменили. Работодатель должен оформить для сотрудника цифровое удостоверение. И все же пока полицейские идут на уступки. Полицейские относятся к данному ситуации с пониманием. Они связывают его с работодателем, подтверждают, что действительно данный гражданин является их сотрудником и находится на улице по вопросам, связанным с работой. Ну, и, конечно же, рекомендуют как можно скорее перейти на цифровой вариант пропуска. И все же главная цель таких рейдов – отправить домой тех, кто нарушает режим и бесцельно слоняется по улицам. Сейчас таких, правда, немного. Возможно, на сознательность горожан повлияли повышенные тарифы – до 3000 рублей. Полицейские напоминают, электронный пропуск работает только на маршруте от дома до работы и обратно. Для похода в ближайший магазин, аптеку или для прогулки с собакой такой документ не нужен. А вот для поездки на дачу или по городу необходимо оформить временное разрешение. Сделать это можно на сайте. Впрочем, и бумажную объяснительную в этих случаях примут. А теперь подводим итоги. Полиция красноярцев будет останавливать каждый день и проверить, действительно ли горожане используют свои рабочие пропуска по назначению. И по уважительной причине выйти можно только дважды. Поэтому тщательно подумайте, прежде чем оставлять заявку на сайте. Елена Сенкевич, Алексей Гусев, Енисей. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова